Добрый вечер, давайте начнем Я хотел бы всего ответить на два вопроса, которые мы подняли на прошлом уроке Довольно полезные Прежде всего, был такой вопрос, чем отличается стирка от отбора? Бойер, чем разница между двумя этими малоходами? Мы сами касались этой вещи, когда мы занимались бойером, когда мы говорили о мытье посуды Мытье посуды, чем он говорит, мытье полов, почему это не называется бойером? На прошлом уроке мы пытались ответить, но на самом деле, я подумал, что придется отвечать в другую сторону Хотя, тот ответ, который я сейчас скажу, он немножко такой, как это сказать, лондус, как это называется То есть, это вещи, которые, скорее, надо с пальцем отвечать Крутя пальцы, можно отвечать на этот вопрос То есть, о чем идет речь? Дело в том, что отбор, который мы с вами учили Его цель отбора, блоха отбор заключается в том, что у меня грязь, соли, которая находится на нужной мне продукте Это вещь, которая портит ту вещь, которая не нужна То есть, охаль, соли, да? Так вот, наличие грязи, даже если она находится рядом, не обязательно прилипшая к ней Вот, она пользует эту самую еду И поэтому, когда я отбираю, я исправляю эту самую еду Она становится у меня пригодной Если непригодной, она становится пригодной Или если менее пригодной, более пригодной Так, зависит от степени И после того, как она у меня стала пригодной Вот, таким образом я пользуюсь В чистом виде, правильно? Если я снова загрязню эту самую еду Вот такой продукт Так, то Тем самым я снова сделаю ее непригодной То есть, не то, что я сейчас могу ее использовать Только в не очень удобном виде А я не могу использовать Потому что у меня грязь мешает мне использовать эту самую вещь То есть, кушать, допустим Это называется отбор Теперь, в отношении стирки Когда, допустим, у меня загрязнилась обувь И я эту обувь хочу помыть Так То, здесь мыть обувь То, что она у меня грязная Она не перестает от этого быть обувью И я могу пользоваться как обувью Только Это просто грязная обувь Но, тем не менее, я как обувь она служит Понимаете? То есть, то, что налей на чистую грязь Никаким образом, в принципе, не уменьшает Да? Возможность ей пользоваться Вот И поэтому, как бы, грязь Наличие грязи И отсутствие грязи На одежде Или на обуви Безусловно Это не очень приятно Это пользоваться Но, тем не менее Одежда является одеждой Ее можно носить Так? Вот она не Вот, в то же время как на воотборе Это является принципиальным Мы не можем таким образом Пользоваться вещью Пока мы не отобрали ее от грязи Это ответ на первый вопрос Теперь Второй вопрос, который задали Это по поводу стирки В пятницу Сколько мы занимаемся стиркой И стирая в пятницу Вот так Побочным образом спросили Как бы До одно уже Можно ли это делать в пятницу Мы с вами приходили В то же время Что есть Таканат Эзра То есть закон Который основан Пророком Эзрой О том, что Из-за чести Квот Шаббат То есть чести Субботы Нужно стирать Именно в четверг Вот Я посмотрел То, что по этому было написано Вот Написано Об этом два мнения Есть мнение Магин Авраам Который говорит о том Что Делать это нужно В четверг А не в пятницу И Именно этой причиной Почему так Становлено То есть Почему четверг То есть Чтобы не было слишком много Работы в пятницу Так И Соответственно приготовление Вещи, которые непосредственно Нужны для субботы То есть Еда Вот Есть другой ответ Или Арабов Он пишет другой вариант Он говорит, что в принципе Нужно было сделать это в пятницу То есть стирка должна быть сделана в пятницу Потому что именно Квот Шаббат Заключается в том, что Я делаю что-то к Шаббату То есть Соответственно должно быть это Рядом с субботой Близко к ней Вот Но поскольку это Технически тяжеловато сделать Поэтому она отодвигается Так Но отодвигается опять-таки Поскольку это Невозможно сделать Чем более Это возможно сделать в пятницу Это можно сделать в пятницу Так пишет Алия Арабов У нас принято Насколько я знаю Это все-таки мнение Бангима Авраама больше Первое мнение Которое я сказал Вот Но интересный ответ Дал мне Раб По этому поводу Раб Гойман сказал По этому поводу Такую вещь Что Это самое Постановление Пророка Эзры Не было установлено В отношении Одежды для детей То есть Получается Одежда для детей Это самое основное Вот Теперь я спросил Урау Значит можно Всю эту одежду Доранее планировать И на пятницу Всю стирку устраивать Вот Здесь есть такое мнение По идее Но Есть одно но Ну просто Что человек Должен сам понимать Потому что Если он Это все оставлять Будет на пятницу Тогда у него Пятница Будет занят Постирать Потому что Он будет планировать Постирать И Естественно У него будет Много дел Но С точки зрения Эмогенов Уменьшить Эмогенов Опыт К субботе Так И в холемоэд То же самое Почему Сказано Что в холемоэд Не должно быть Потому что Человек не Занимался Тем, что Занимается в холемоэд Поэтому Все дела Он планирует На холемоэд Там я все постираю У меня будет много времени Я как раз этим займусь Потому что Это Зильзуль Называется Пренебрежение Холемоэд Поэтому Сказано Что все Нужно делать это заранее Но Единственная форма В которой Установлена Такана Холемоэд Она Отличается Потому что Там Сказано Что Что это подавляется Тому Что В какой-то степени Когда У человека есть травм Да Что у него есть Ограничение на стирке И учится это Из тех мест Вот Здесь нет такого Как бы Такого ограничения В отношении В конце концов Один день Вот И причина Квот шаббат И Только Поскольку Это уменьшает Квот шаббат Нужно заниматься этими вещами И соответственно Не заниматься другими вещами Тем более важными Для субботы Только поэтому Здесь идет Ограничение Вот И я сказал Что ношение Одежды для детей Этого не касается Так Не касается То Это отвечая на Вопрос Который возник на прошлом уроке Теперь Мы с вами проходили В течение последних двух уроков Стинку Которая связана с тем Что просто-напросто Погружают Одежду В воду И Сказали Разные мнения По этому поводу Когда на каком этапе Происходит стирка Так Теперь Придумаем Такой пример Бюро Алох приводит Сам пример Что Ребенку Ребенку Которого купали в корыте Совсем малыш Вот Значит Стелили в корыто Пеленки Вот И Поливали воду А потом клали ребенка В эту самую корыто Где была уже постелена эта пеленка И возникает вопрос Как раз Стирки Потому что Сейчас Пеленка находится в воде Так Значит По одному Мы сказали о том Что Как бы Если это чистая пеленка И чистая вода То По первому мнению Здесь вообще не проблема Стирки Потому что Ничего не отстирывается В первом мнении Второе мнение Оно сражает Есть говоря о том Что возможно здесь есть стирка Да Что стирка заключается Не начинается с того Что у меня У меня должен получиться Конкретный результат То что было грязное Должно стать чистым Достаточно того Что я делаю Так как делается стирка То есть Погружаю воду Так Вот И Таким образом стирает Достаточно того Чтобы уже Обязательно сказать Что здесь Запрещено Запрещено Такого рода стирка По этому поводу Бюро Алохо пишет Такой момент Что Если мы скажем Учитывая это мнение Что нужно устражить Что даже С чистой одеждой Будет стирка Он сказал Все таки Ребенка Рассматривается Как Приравнивается По статусу Как больному Которому Нет опасности для жизни Есть правило Что Законы мудрецов Не все Законы мудрецов По крайней мере Есть разногласия По этому поводу Скажем так Законы мудрецов В общем Скажем Законы мудрецов В отношении Больного Которого Нет опасности для жизни У него Есть Постабление То есть Разрешают Эти Законы мудрецов Запреты мудрецов Так Ну как бы Делать это Вопреки Закону мудрецов Так Вот Поэтому По идее Это можно сделать Там есть Момент Который Самый строгий Считается Закон мудрецов Это Млаха Полностью Млаха Как она Делается Единственное Что Нам не нужна Цель Нам не нужна Цель Эта Млахи И считается Это Один из Самых Строгих Запретов Когда Идет Речь О Большом Боли Цар Есть Различные Мнения Я не хочу просто Все это усложнять Я говорю вам То мнение Которое Идет Наверняка Да Когда Сильные Боли Говорит Актуально Дай бог Не пригодилось Но Тем не менее Где это Может быть актуально В нашей ситуации Допустим Когда Ребенку Нужно сделать компресс Компресс То есть Если у ребенка Жар И Холодный Компресс Теперь Если мы намочим Пеленки То здесь Как раз Вникает Такая проблема И сказано Что по возможности Лучше сделать это При помощи Нееврея Возникает вопрос Нужно взять Сейчас ребенка Вести В Да Станцию Где есть Неевреи Мне кажется В работе Это и есть Вот И Это не всегда просто Не только просто Не просто Потому что Это тяжело Но и к тому же Просто ребенок Не всегда это идет На улучшение его состояния Вот Я слышал такую Идею Тоже Отрого Гольмана Он сказал Что В нашем мире Есть Разные недостатки Да В частности Различного рода Усовершенствования Тоже является Недостатками Да Делать жизнь Легкой Настолько Что Потом невозможно Как-то по-другому Да Очень избалованный Но есть Плюсы Вот Он сказал Что если воспользоваться Подгузником И намочить его Это интересная вещь Сам подгузник Он одноразовый То есть Это вещь Которая Если ее залить водой То После этого Навряд ли можно На ребенка Да Вот То есть она уже все Она исходит Мы сделаем вещь непригодной Да Для дальнейшего использования Но в качестве компресса Это замечательно Может сделать хороший компресс С этим подгузником Да Да Только Для Детей Ну смотрите Опять таки Если идет речь о том Что человек В состоянии Называется больной Для которого нет Огроз для жизни Это отдельная тема Которая мы должны с вами Это человек Который Это Верно Но опять таки Там тоже есть градация Какая зубная боль Есть разная зубная боль Есть зубная боль Ноющая Есть Колющая Есть Занудная Есть Невозможная Есть для этого человека В общем здесь Эту тему нужно Более Более Тонко подходить Скажем так Не Вот Нет 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 Ладно А Ждешь Когда Она Снижается А температура Уже еще повышается Да Либо бывает Ситуация о том Что ребенку нельзя так часто давать А нужно сбивать Бывают разные ситуации В конце концов Да Он вам облегчик Порм teaching Контом Просто надо сюда Вот Теперь Вот То что мы с вами говорим По поводу этого Вещер То есть мы avuto Что Мекаркин И портим Этот сам подвозник Поэтому Здесь гораздо проще разрешить Потому что здесь Действие которое оказывается подвозник Оно никакого рода Ну скажем Оттенок Млохи не носят Не носят Здесь Вот Поэтому это довольна Хороший по оттенке на мой взгляд про Гольман этот вопрос, я спросил его, если сравните две вещи, вот, ну, вот возможность пойти в мукет, допустим, человек живет недалеко, либо сделать компресс. Можно все-таки сделать компресс, а не идти в мукет. Он сказал, что скажи на уроке две вещи. Можно сделать так, вот. Ну вот есть такой вариант. Смысл компресса в том, что вода у него испаряется, и все охлаждается, а подгузники, у них ничего не испаряется, они впитывают, 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 и все, я не знаю. То есть, это проблема будет, да? Вы говорите. Я не знаю, в чем смысле, он не испарится, потому что, с одной стороны, у него, как это называется, не проходит влага внешне, а изнутри, как сейчас подгузники, они рассчитывают на то, что спитает очень много. И вот у меня свежие меня периодически, и они не выходят изменить. Вы знаете, я бы советую просто один раз попробовать. Попробовать. Во-первых, разные бывают подгузники, разное количество воды вы можете в них дать. Но все равно он же должен испаряться в другой стороне, а в другой стороне не испаряться, потому что сам не врач. Нет, я не знаю. Смотрите, я не врач, поэтому я не знаю. Возможно, здесь само по себе охлаждение, оно имеет уже какой-то определенный эффект. Возможно, право, что течет лично, что обычный компресс, который делают, он действует, там, допустим, я знаю, там, минут 20, да, он может хорошо действовать. То есть здесь это будет действовать в 7 минут. Но, возможно, в 7 минут они могут, в принципе, реально, потом он может снова его замочить. И он может снова, снова этот погодник замочить. Опять-таки, когда мы замачиваем, если такое придется делать, замачивать нужно не так, чтобы его полностью погружать. Потому что тогда будет проблема, его будет тяжело вытаскивать, и проблема будет проблемой со схитой. А нужно на него поливать. Нужно на него поливать. Поливать водой и таким образом пользоваться. Так? Есть такой теоретический метод вызывания температуры. Когда человека растирают водкой. Ну, чем-то таким. Когда температура очень быстро распадает. А, или уксусом, тоже верно. Это вещи охлаждающие. В море приводится такой пример. У человека, у которого болят зубы, его нельзя пить уксус непосредственно, потому что так делают только больные люди. Но можно макать хлеб и кушать хлеб. Потому что так делают, в том числе, и здоровые люди. И поэтому таким образом решать, таким образом у него получается охлаждение. Это охлаждение отста и не так больно. Вот такой пример. Насчет водки я не знаю. Вот. Это нужно сделать до Песах. Ну, здесь надо компрессор сделать как раз с уксусом. С уксусом. А. Кстати, топ может быть это и помогает. Смотрите, как бы, я говорю о том, что если нужно сделать это обильно. Вы знаете, может быть просто... Бежал как укус. Ну, тем более. Топ, это касаясь предыдущей темы. Теперь. Я надеюсь, что заключение читает. Так, я в частности указал, там все-таки, скажу это в том числе в устной форме, да, в отношении того, что мы вытираем руки. Да? Это вещь, которая приводится. И... Но все-таки это нужно еще раз, еще раз подчеркнуть, да? По возможности. Если такая возможность сделать, то прежде всего следить, чтобы полотенце действительно успели поменять до субботы. Потому что бывает, в спешке все успевает, а полотенцы забывают. Так? Второе, желательно, чтобы полотенца, которые в доме есть, именно для вытирания рук, либо посуды, тоже посуды, желательно, чтобы они были толстые. Не тонкие. Не тонкие. Даже пускай тонкие они красивые. Вот. Но лучше пользоваться толстыми. Это так. К тому же, если идет речь о том, что принимают гостей, и знаете, что будут вытирать ноги, то желательно, чтобы это полотенце было большое. Потому что один вытирает здесь, а другой будет вытирать в другом месте. По крайней мере, есть вариант, что это не загрязнится так сильно. Так? Это во-первых. Во-вторых, надо постараться выработать привычку в себе. Прежде всего, когда мы уже сделаем это, тогда именно перед тем, как мы вытерли, просто руки освободить от... Как можно меньше влаги там было. Не нужно там долго это тереть. Просто два движения сделали, и после этого уже вытирать. Так? Это просто выработать привычку, потому что когда попадется полотенце, которое, допустим, будет не очень чистое, либо это будет полотенце, которое уже намоченное. Всяко бывает, да? Вот. Но есть когда уже есть привычка о том, что руки мы немножко вытерли, да? Уже гораздо меньше шансов о том, что мы можем здесь совершить запрет. Это хорошая привычка. Так, теперь. Но новая тема, которую я хотел бы открыть, опять-таки, в рамках стирки, это по поводу отряхивания и одежды, да? Чистки одежды. Начнем с того, что сказано это в Шуханрухе. Сказано о том, что человек, который вытряхивает свою одежду, так, есть на разгласе о мнениях между мудрецами, либо идет речь о том, что он отряхивает ее от росы, либо он отряхивает ее от пыли. По большинству мнений, это он отряхивает ее от росы. Вот. Так, и сказано о том, что это запрещено сделать, в том случае, если идет речь о черной одежде, новой одежде, и к тому же ему важно следить за тем, чтобы эта одежда у него была, ему важно, чтобы эта одежда была именно без росы, либо без пыли, по второму мнению. Так, без пыли. Нас скорее больше интересует пыль, наверное, потому что это чаще происходит. Так? Вот. То есть, еще раз повторяю, три условия. Прежде чем идет речь о черной одежде, новой одежде, и ему важно, чтобы эта одежда была чистой. Эти три условия. Теперь. Эти три условия, каждый из них надо немножко расшатать. Это В или это О? Это О. Это О? Да. Ну, между тем, что три условия, все три условия, чтобы это было, а если одно отсутствие, то уже можно. Либо достаточно одно из них, чтобы оно было, и уже нельзя. Так, допустим, если оно уже новое, уже нельзя. Либо, допустим, он следит, чтобы ему важно, чтобы эта одежда была чистой. Уже нельзя. Ну, может, все это будет соглашение, пожалуйста. Что-что? Ну, мы будем, ну, как же, стараемся, пока не... Вот. Я как раз хотел бы эти самые рамки немножко расширить. Ну, не сочетно расширить, просто конкретизировать. Говорим, что в руре, прежде всего, идет речь не совсем, не обязательно, чтобы она быть прям новая одежда. Если она выглядит как новая, это тоже считается новой. С точки зрения этого запрета, который мы с вами говорим. Это тоже считается как новой. Я посмотрел, все-таки, что об этом поводу пишут именно мудрецы вокруг Шурфанаруха. Вот, все-таки, там есть такой момент о том, что должна чувствоваться в этой одежде новизна. Это очень-очень важно понять степь. Почему? Потому что, чтобы мы не боялись, ой, если это уже достаточно, что оно будет как новое, я же не знаю, где граница этого, где она новая, где она не новая, и поэтому все, забыли. Не чистим одежду. Это неправильно. Сейчас как раз мы занимаемся этой темой. Можно, чтобы сейчас планка вот этого запрета, запрета, она была установлена в правильном месте, не слишком устрожая, и не облегчая там, где неправильно облегчать. Так, в нужном месте поставить все, чтобы именно к ней привыкнуть. Потому что очень часто то, что мы слышали, мы слышали от кого-то, причем слышали от какого-то контекста, и по этому контексте мы все ориентируем. Вот как бы мне тогда сказали, причем это сказали со словом «ой, такое нельзя», и все. И поэтому у нас по этому принципу мы все ориентируемся, на это ориентируемся. Вот. Теперь здесь сказано так, о том, что именно одежда, которая есть, чувствуется новизна. Есть ли новизна? Допустим, там обсуждается, стирали ее или не стирали ее. Так, вот. По идее, это одежда, которую не стирали. Вот. Но я бы не хотел ограничиться этими рамками. Я скажу только то, что этот самый принцип о том, что в ней чувствуется новизна. Вот. Теперь, каждый человек должен оценить сам, насколько он педантичен в этих самых вещах. Вот. Насколько это для него, да, принципиально. Да. Насколько это, да, считается новым. Для меня это новое, да. Для другого это уже не новое. Это уже не новое. Так, поэтому одежда относится на себя и он в данном случае здесь означает того, что для него это считается уже не новым. Не нужно, несмотря на другого. Потому что другой скажет оцени. Как это новое, не новое? Он скажет, что это новое. Это новое. Человек должен оцениваться на себя в данном случае, да. Потому что он оценит в данном случае, как это будет. Теперь, то, что это черное, сказано Мишнабрури, черное, а не красное, не белое. То есть красное и белое, это да, можно отрагивать. Красное и белое, это можно отрагивать. Я специально уточню этот вопрос у Рава Гольмана. Это действительно так, написано Миша Грури. Он сказал так. Если это будет темно-бордовый, или темно-синий, или будет темно-серый, все, что вы хотите, которое стремится к черному, то по идее это должно быть в тех же рамках. Если это не так, пожалуйста, надо спросить у Рава, чтобы Рав конкретно сказал «А?» Да, так пишет Миша Грура. Я привожу это здесь заключение. Идея заключается в том, что на черной одежде это хорошо видно. Это хорошо видно, чувствуется. Правда, я до сих пор еще не понял, как это хорошо чувствуется, когда идет речь о росе. На черной одежде роса особенно чувствуется, видна, она белая, это не так видно, я это не понял до сих пор. За счет блеска там отдельно есть запрет. Это другой параграф в этом же разделе, но это параграф, в котором отдельно говорить по поводу блеска. Вы правы, есть такой момент. Но это совершенно отдельные вещи, расправдают его тоже отдельно там. Поэтому невозможно так объяснить. Пока для меня это непонятный момент. Но написано-написано. Так написано о том, что она должна быть черной, либо, мне кажется, все-таки касается темных цветов, которые важны для человека, как темный. Так, чтобы сохранить именно такую торжественность, я знаю. Это должна быть новой, либо, по крайней мере, должна быть претендующей на то, чтобы быть новой. Либо человек Макпид. То есть для него важно, чтобы эта одежда была в таком вот хорошем состоянии. Теперь, здесь есть один, скажем так, рукав, который уходит в сторону и позволяющий нам, как бы сказать, что здесь есть все-таки облегчение. В этом законе, что значит человек Макпид. Что значит человек Макпид? То есть, допустим, когда, это Дмара приводит в самые случаи, Рав Юссе попросил Абай своего ученика, дай мне, пожалуйста, шляпу. Так, в суде, почему шляпа была, ну, пыльная, запылённая. Вот, и он хотел её отряхнуть, ну, это какая-то и... А, отряхнуть её не то, чтобы дать Раву чистую. Вот, но в то же время он сомневался, можно ли это делать или нельзя это делать. На это ответил ему Рав Юссов. Ты можешь это сделать, потому что для меня это... Я, я, как сказать по-русски... Ломакпид. Ломакпид, ну, ну... Мне это не важно. Мне это не важно, да, мне не важно. Он спрашивает такой законопрос. Если это не важно, тогда зачем нужно взять это? Чтобы это было чисто, значит, получать важно. Ну как же, ему важно или не важно? Еще раз. Как же не важно? Зачем тогда отреагивать? Не важна сама вещь, но важно выглядеть чистым. Это гениальные слова, гениальные слова. Вы просто сказали слова, которые сказал Раб Пинкас Шайнберг из Ирфана Вараха. Так он объяснил моему учителю, и он объяснил это мне. Он сказал такое. Есть два разных момента. Бывает, что человеку важно, чтобы одежда была чистой. Бывает, что человеку важно, чтобы он не был шломпер. Шломпер это неряха. Да? Неряха? Да? Вот. То есть, выглядит как это... Ну, так нельзя. Так нельзя. Это уже тоже перебор. То есть, если все кольные ходят в паленых пижаках, то ему тоже можно сделать? Каких пижаках? За паленых. За паленых пижаках, то ему тоже можно. Зависит от того... Ну, а я просто не понимаю, когда граница. Я скажу вам конец? Смотрите. Смотрите. То есть, я вам скажу так. Мне самому неприятно... Не важно, кто меня смотрит. Мне самому неприятно. В таком я не готов это идти. Это перебор. Это нужно отряхнуть. Так? Это одно. Другое дело, вы знаете, что сейчас вы идете в кабинет... Так? Вы сейчас зайдете в кабинет Крау-Каневского. Так? То даже если у вас чистая одежда, что вы сделаете? Вы будете проверять. Проверять, все ли все в порядке, да? Да, но я не уверен, что вам все равно. Кстати, интересная мне сказала вещь доктор Мендельсен. Все время Равицкак приехал на радио дать урок. Прогласили на радио. Вот. И, судя по всему, это было летом жарко. И все сидели в талисе. Но была такая... Это майки. Майки. Потому что было ужасно жарко. Комната маленькая. Вот, судя по всему, там была уже жарко. Вот. Он застегнул пуговицу. Он был в шляпе, в пиджаке полностью. Вот. И давал урок. В таком виде. По радио, да. Вот. И... И доктор Мендельсен спасил потом, как бы... Ну, как бы... Все-таки... Зачем? Почему? Откиды как? Да? Сказал ему это... Ты же мне сказал о том, что этот урок... Он спросил мне, сколько слушает этот урок. Он сказал, я знаю, там... Несколько тысяч человек. Вот. Он сказал, столько человек слушает урок, и я... Это... Да. Столько человек слушает урок, и я буду в таком виде. Это квот-тура. 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 Я говорю урок перед... 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 Перед моей страной. А то, что они видят меня, это... Это не имеет значения. Я даю урок перед ними. Это квот-тура. Да-да-да. Но... Но это он делает ради... То есть, если не по человеку... Вы говорите, что это разные вещи. Человеку важно выглядеть аккуратно, или ему важно, чтобы была чистая одежда? Да. А я не вижу... Ну, возможно... Кстати, возможно, то, что вы не видите разницу. Потому что вы действительно следите за одеждой. Особенным образом, что эта разница становится маленькой. Может быть, поэтому... В том числе. Но... Я сказал, разница заключается в том, что... Человеку... Скажем... Есть, знаете, то, что называется люфт. Есть нижний порог. Он говорит о том, что выглядеть небрежно в общем. Это... Это уже перебор. И он не хочет выглядеть небрежно. Так? Не знаю, что он должен выглядеть чисто. Так? Небрежно. Так? В то же время, как важно, что вот эта одежда я купил. 800 шекелей положил. Так? Теперь... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Пылинка ни за что. Так? Возле меня, пожалуйста, этот суп не кушать. Так? Вот. Эээ... Любые пыльные дороги в сторону. Так? Вот. Дети, не подходите, да? Вот. Я помню в свое время, я... Это... Заказал вино. Заказал вино. Дорогое. Для меня это дорогое вино. Это было... Это приличный сок. Вот. Эээ... Когда это вино я получил, я стал его пить. Хорошее вино. Хорошее вино. Я вдруг заметил, что вот я его наливаю, и я думаю, сколько я налью. Так? И вот теперь, допустим, я пригласил гостей. Это... Мне кажется, если я сейчас поставлю, то эту бутылку закончится буквально за 2-3 стакана. Я вдруг чувствую, что Макпид. Макпид. Я... Ну, как бы... Где Медот? Все это ушло в сторону, так? Все это ушло в сторону. То есть, я думаю, все-таки немножко я, да? Это... Это... Мне важно, чтобы... Это... Что-что? Нет, нет. Ну, любовь все какой-то уже перебор. Это уже человек... Это... Ну, это надо. Понятно. Нет, нет, нет. Тогда... Тем самым получается, что такой человек, он исключение из правил. Это не совсем правильно сказать. Понимаете? Потому что исключение правил. Мы прошу, мы не будем на него антируется вообще. То есть, получается, остальные случаи разрешены. Это не верно. Потому что здесь есть такой момент в том, что мы... Даже мне, как бы... Как бы... Когда... В принципе, я зомокпид. Да? Такие вещи. Но если эта вещь, как бы, важная, она новая. Либо она еще... Я еще надеюсь, что она новая. Так? То есть, я еще стараюсь эту первозданность сохранить. Так, получается, здесь есть копейт. Понимаете? Человеку важно этот момент оставить. Когда уже она притерта здесь и там. Да? Там... Я-то знаю, что у меня там, на самом деле, там... Уже где-то там... Пошло по шву. Не все это видят, конечно. Но я это вижу. Вот. И... Я знаю, что там пятно, там пятно. Наизуя знаю эти пятны. Вот. Они незаметны. Вот. Я их знаю. Вот. Сказать, что он макпид уже тяжелее. Вот. Но, опять-таки, еще раз повторяю, все это вещи относительные. И ориентироваться нужно на педагогичность самого себя. Насколько это вам успевательно важно. Так? Теперь. Если все эти условия мы выполнили, то есть, это красные, а не черные. Это не новые. Вот. Ну, опять-таки, в данном случае, это новые и черные, это, в принципе, они вместе идут. То, что вы спросили, О или В. Да? Они вместе идут. Должны быть черные и новые, они идут вместе. Макпид это один. Либо макпид. Да? Вот эти две вещи один. Я не знаю. Смотрите. Смотрите. есть ли оно, если, я бы сказал, что, я спрошу вас такой вопрос. Попадает под определение, что она не потеряла для него свою новизну? Ну, понятно. Ну, понятно, что это новая. Ну, раньше не было. Ну, шейхиян как бы... У него у него у нас потертая, а для него это новая, потому что у него и такого не было. Это... Я не думаю, что это настолько. Так. Если все-таки это... Мы сказали о том, что человек не макпид. Вот. Не черная, не новая. Вот. То в таком случае можно... То есть, черная и не новая, то это можно стряхивать? Да. То это можно стряхивать. То есть, вы можете взять эту вещь. Так. А перила... И новая, новая и белая тоже можно стряхивать? Да. Да. Можно делать такое. Такое движение можно делать вполне. Убивать. Можно делать. Сильно. Сильно. Теперь. Сильно, не сильно. Мне вот раз сказал, можно взять. Руки так и... А перила так. Бах. Ударить. Это сильно. Но если в этих шкафах мальчик приводит. Мальчик. А можно вытянуть из стола. А потом мальчик. Что вы? Мальчик новый. Иначе нельзя. Топ. Топ. Теперь смотрите. Такой вопрос возникает. Если... Можно ли попросить об этом ребенка? Да? Потому что... Мы знаем этого ребенка. Он... Явно, то что называется, ломокпит. Да? Видно, что ломокпит. Можно ли попросить его отряхнуть эту вещь? Так? Вот. Видите. Он будет это делать? А? Попросить Тима, чтобы он мою вещь отряхнул. А я не отряхил. Да. Но он будет отряхивать. Вот Мишта Брура сомневается в этом моменте. Он пишет о том, что царь хью. То же самое. Он говорит в обе стороны. В обе стороны. То есть неважно, кто будет отряхивать, и его ли это одежда, и не его это одежда. В любом случае, мы устражаем и говорим о том, что это нельзя делать. Сомневаюсь о том, что это запрещенный момент. А если кто-то ломокпит, а ты вот скажешь, что человек моспит, а тебе не хватает, то ты тоже можешь подставить. Поэтому я сказал. Это было сказано. Если вы делаете это для него, то это нельзя. Даже если он не просит. Даже если не просит. Даже если не просит. Наоборот, тоже не просит. То есть? Но если я моспит, а он моспит. Но мне это очень важно. А, то есть я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Это вопрос. Да? Тем более нельзя. Тем более нельзя. Тем более нельзя. Так. Теперь. И в отношении детей тоже нельзя, да? В отношении детей тоже нельзя. Да? В чем отличается? Антошка, он намокпит. Да, да. Конечно, конечно. Именно поэтому я говорю. Это детям иногда уменьшают? Садоров? Работу делать будете вы. И, соответственно, как бы проблематично. Сказать ребенку, чтобы он сам вообще посмотрел на себя в детках? Нет, это тоже. Можно. 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 Такого рода ремис можно делать. Более того, я вам скажу здесь такой момент. О том, что это отряхивание, особенно отряхивание, которое связано с пылью, а не с водой, это отряхивание, оно менее проблематично. Почему? Потому что я сказал, что большинство мудрецов все-таки свежетают не так. И поэтому, по этому мнению, здесь вообще нет малахи, мехабес. Да? Нет здесь малахи. Вот. И поэтому Мишенбург пишет о том, что в случае, когда это необходимо, можно воспользоваться услугами нееврея, это можно сделать. Но важно о том, что Мишенбург указывает здесь, что есть здесь степень более низкая. То есть в некоторых случаях мы можем это разрешить, когда это становится принципиально важно, то это становится актуально и можно это сделать. Теперь, в частности, какой такой случай может быть? Одна женщина на уроке, в другом уроке спросила момент, человек пожилой и упал. Упал, шел по дороге и упал. Вот. И в таком виде невозможно разрешить. Особенно человек пожилой, но здесь идет речь о том, что как бы просто достоинство человека. Вот. Где эта граница, которую мы можем сказать, что мы можем уже отряхивать? И мне бы речь идет о том, что одежде, которую мы говорим, нельзя отряхивать. Я спросил вопросу Раут, где эта степень находится. Он сказал о том, что если человек в таком виде не готов выходить, эта степень присутствует. То есть в таком виде я не готов выходить. Значит, получается, в таком случае разрешается человеку отряхнуть. Квода бреет, пыль, мы сказали, что это, по мнению, все-таки меньшинства Раши. Вот. Это меньшинства. Соответственно, в таком случае, когда эта квода бреет, им это тяжело, так он не может. Вот. Он разрешает отряхнуть. Это какой черный? А? Черный? Да, да, да. Те, которые не черными сказали, что мы можем отряхивать. Мы можем уже отряхивать. Так. А там кто-то тоже отряхивает? Здесь, в таком случае, ведет речь о том, что человек... Да, да, я понимаю, что... Черная одежда. Черная одежда. Вот. Человек упал. У человека появился пыль. И можно сейчас отряхнуть это. Потому что не может так идти. Здесь есть квода бреет, и по идее здесь есть возможность это разрешить. Так? Вопрос. Да, пожалуйста. А если человек, например, ну, шабак тоже, из квода бреет у нас такого, да? Можно сделать? То есть мы его вот... Ну, кто может неаккуратно ел, ну, так упало, что... Прям... Ну, так много. И осталось, и на черном, и видно, и... Так. Самому неприятное, как бы... И меняю щупку. Нет. Ты же не сия, я не сияю. Я поменяю щупку. Так, да, да. Я слушаю. Может, поменяю щупку. Так. Нечего менять. Так. Что мы делаем? Да. Смотрите. Прежде всего то, что упало, оно еще не в сухом виде. Правильно? То есть она... Жидком? Полужидком? Ну, может быть, пока я не видела, а потом заметила. То есть уже высохла? Чуть-чуть подсохла. Подсохла. Значит, смотрите. Смотрите. Если идет речь... Мы немножко до девяти... Дотянем пять минут, да? Потому что мы позже начали, и надо что-то успеть, по крайней мере. Так вот. Если вы видите, что там есть, как бы, толстый слой. Это самая вещь, которая... Ну, в грязи, которая села. Так. То это хорошо. В том смысле, что проще с этим работать. Почему? Потому что толстый слой можно его... Если он влажный, это замечательно. 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 Почему? Потому что здесь не будет проблемы с Тойханом. Тойханом, да? Помните, мы с вами учили. Опять-таки, если идет речь о грязи, грязи, и она подсохла, это проблема. Проблема Тойхана здесь довольно серьезная. Это нельзя крошить. Грязь, то есть землю, такое вещь, нельзя крошить. Можно что крошить? Если это остатки еды, сваренной еды, да, эти остатки можно крошить. Нет проблем с Тойханом, мы с вами учили, почему-то нет проблем с Тойханом. Здесь помните? Утрохана хоресохана. Правильно. Правильно. Это уже все настолько проваренное, так, что никакой проблемы с Тойханом нет. Вот, поэтому, если это есть... Допустим, свежий салат из авокадо, прилип, достыл, и, в общем, ну, уже... В авокадо, в авокадо у нас есть проблемы с Тойханом или нет проблем с Тойханом? Вообще-то, она была... Авокадо уже тахон. Было. Уже разб... Ну, это не факт. Он, к сожалению, как сделали. Ну, уже как бы... Сделали салатом. Сделали... Разбекли его. Разбекли уже. Нет, уже, мне кажется, уже разбекли. Сделали эту авокадо. То есть, с этой точки зрения нормально. С этой точки зрения нормально. Можно посередине реакцию. Теперь, 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 вопрос в том, как чистить. Золотое правило чистки заключается в том, что нельзя тереть. Да? Нельзя тереть. Даже более того, если это одежда, вот, которую мы с вами сказали, белая, красная и так далее, подобная, да, которую можем отряхивать, да, сбивать, но тереть нельзя. Хотя щетка считается что? Щетка... Смотрите... Есть эта вещь, которую мы с вами разрешаем убирать, допустим, перфиц на пиджаке. Так? Можно это, потому что она находится на поверхности, она не вошла вглубь. Да? Разрешается ее убрать такой щеткой. И есть мнение, которое запрещает, я видел написано в книге, но я сам лично сажал от своего рала, что обыкновенная щетка для одежды, обыкновенная щетка для одежды не специальна. Обыкновенная щетка для одежды можно пользоваться. Так? Теперь еще раз. Значит, если это возможность покрошить эту вещь, то нужно просто взять изнутри, да, эту вещь и вот так потереть. Так? Теперь можно так тереть, 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 тереть. Так? Пока у вас это в основном не упадет. Есть возможность еще так поскоблить ножом. Поскоблить. Но там же можно, по-моему, грязь поскоблить, нет? Да, да. Можно поскоблить. Да, да. Можно поскоблить. Опять-таки, еще раз. Там, где грязь, проблема с тойфином, там нужно быть осторожен с этими вещами. Там проблематично это вещи. Но там лучше, может быть, это будет как-то подрезать так, чтобы у вас весь слой вместе уходил, а не дробя его. Так? Вот. Но важно, чтобы вас тогда вы почистили, у меня как раз это будет такой момент. Вот. Ребенок залез на папу, обнял. Папа стал пойти, нужно было пойти на урок в шапат, посмотрел, а глядывал. Оп. Сам на стратегическом месте. Как раз такая самая вещь. Вот. И нужно было это почистить чуть-чуть хотя бы. Вот. Что я сделал? Вот так. То есть я вот так как раз потер. Главное, чтобы остался след. Нужно остаться след. А какой? Рошин. Написано Рошин. Какой след? Это должен быть, я смотрю, вы безусловно захотите, чтобы это был такой след, который будет. Ну. Но должен быть след. След должен быть. Понимаете? А в русском языке, допустим, что у нас Абукадо. Да. И вот у Браха находится. Да. И боги закладываются на какой-то одежде. И когда ножом это тело снимается, то оно уже выжимается. Вот Абукадо уже немножко так хуже. А когда вот этот ножом снимается, так оно выжимается. Абукадо выжимается из одежды. Да. Так. Вы говорите о том, что здесь есть проблемы с мифарок. Абукадо. Как сок выжимать? Вы поднимаете вопрос, что здесь есть проблемы? Если это сухет, чем сок выжимать? Ну, так к чему мой вопрос? Так. Я думаю, что это нельзя делать, нет? Потому что я выжимаю авокадо из одежды? Из одежды, да. С точки зрения какой малахи? Сухет. Сухет. Я спросил. Но если это сухет при этом не мид, это не сок выходит. Сухет? Мне кажется, что это… А вот в лесах, когда… Говорится о том, что когда… Когда курица рожает… Э… Не рожает. А что она делает? Несёт яйца, да? Сухет. Вот. Так вот, считается о том, что это отделение пищи от пищи. С точки зрения закона Сухотной. Пища от пищи. А пульса от авокадо это не пища, а пища. Это она же пища. Нет, нет. Я к тому говорю, что то, что не сок, называется пища, это разделяется пищу, а пища разрешается. Это пища. Вы говорите из-за того, что одежда я его вошла? Да, да. Нет, нет. Но всё равно вы выделяете… Это… Несёт яйца одежды. Вы то, что выдавливаете. То, что процесс выдавливания, это ничего не делает. Процесс, вы же не выдавили этот авокадо, мы его выдавили. Я подумаю на ваш вопрос. Мне не кажется, но я подумаю на эти вопросы. Я ещё одну поправку всё-таки сделаю. Я пока вы задавали вопросы, всё-таки поставлю на место эти моменты. Насколько написано в Мишне Бруре, макфит, чёрное и новое – это все три условия, которые, как вы сказали, должны быть вместе. Нужно быть вместе. То есть, если ему важно, принципиально это белое, не будет проблем здесь такой. Всё. Гуд шаббас. Это всегда не тот. Всё. 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 Продолжение следует...